Ну вот, получается как-то так, понимаете? Вот возьмите, скажем, человека, который направлен в танковые войска. Он был, скажем, кончил инженерный вуз, получил военную учетную специальность, там, какой-нибудь командир танка. И 15 лет назад, значит, вот это произошло. Теперь он приходит, ему говорят, вот тебе танк, вот отремонтируй его. Или организуй ремонт. А он свою собственную, там, я не знаю, «Жигули» или «Фордик» отремонтировать не может. Он куда идет? В автомастерскую, понятное дело. А вот там он должен ремонтировать танк. Я представляю себе, как, значит, этот танк будет отремонтирован. Ну, в лучшем случае его, значит, он сообразит, что его нужно отогнать куда-то на ремонтную, там, базу или на ремонтный завод. Но и только. Так что уровень квалификации и компетентности офицерского состава, мобилизованного и в действующей армии, в резервной части, на мой взгляд, он удивительно низок. И это одна из предпосылок того, что вся вот эта вот зимняя кампания, которая намечается, видимо, в генеральном штабе российском, она будет провалена. И теперь вопрос. Вот ходят слухи о том, что, ну, такая версия гуляет по сети и так далее, что складывается некая коалиция Суровикин, Пригожин там и еще кто-то. Ну, каждый руговорят якобы. Да. Так вот, смотрите, Суровикин имел, видимо, когда его назначали, он, видимо, все-таки рассчитывал на какое-то повышение. А теперь никаких успехов нет. И в какой роли выступает Суровикин? Он выступает в роли козла отпущения. Да, да. Ну, вот кто командует? Это, я считаю, один из... Я не знаю, какая там военная компетенция у Герасимова, у Шойгу, конечно, ее никакой нет. Но как аппаратчики, они, в общем, наверное, достаточно талантливые. Что они сделали, назначившись? Или порекомендовав Путину назначить Суровикина, или как-то подтолкнув этот процесс, они назначили ответственного за провал специальной военной операции. Ну, козла отпущения, действительно, козла отпущения. Вот. И поэтому вот эта коалиция Пригожин-Суровикин, если она, конечно, существует, она, это, в общем, по-моему, коалиция, ну, один из членов этой коалиции, он уже зарекомендовал себя как человек, не способный изменить ход войны. Собственно, единственное достоинство с точки зрения военной, единственный успех Суровикина, это вывод российских войск справа Бережного плацдарма в Херсонской области. Ну, вроде бы они... Смотрите, ему дали одолжение, он вышиб это на назначение, что я не могу это удерживать, и это было бы хуже, если бы ему бы не дали эту возможность отвезти войска, да? Там же ведь движение-то было, мы же помним, как там... Дошли-то уже до Дучана, а с другой стороны тут уже подступили к этому пресловутые Чернобаевки, то, что это не то, что вот прям они так успешно защищали правый берег, и вот решили уйти. Как же они уйти, если вдоль Днепра, так сказать, двигались войска в СУ медленно, но они двигались. Так что он-то получил, и ему будут говорить, мы тебе дали карт-бланш, дружок, мы тебе дали возможность покинуть этот невыгодный плацдарм, правый берег. И что? И чего? И где? Ну, что ты Бахмут взял? Не взял Бахмут? Ну, так иди вон, как они, говорят, в окопе с автоматом. Сам иди покажи, как они Лапину предлагают. Лапин – счастливый человек, человек бухает, виски смешивает с водкой отчасти. А зачем ему все это надо? Вот как это все выглядит. Да, вот такая вот любопытная конфигурация происходит. Так что очень интересно наблюдать за этим. Никак не могут успокоиться. Возьмите интервью колишнего генерала Бундесвера и НАТО. И он висловил свою думку щодо війни в Украине и говорит, что перемирие будет на начале лета, когда про это скажут обе-двы стороны и скажут, что теперь это больше не имеет смысла и больше не имеет куды двигаться. Чи поделяете вы такие заявы с этого колишнего генерала НАТО? Ну, как рядовой я бы не рискнул спорить с генералом никогда. С украинским. Ну да, с украинским тем более. Но как политолог, я вам скажу, мы все прекрасно понимаем, что перемирие с Россией можно получить завтра при желании. Через месяц, в начале лета, когда угодно. Но перемирие на тех условиях, которые есть сейчас, это для нас перемирие будет называться, а для России это будет пауза. Оперативная пауза для мобилизации, для тренировки мобилизованных, для восстановления техники, восстановления БК и нового удара. То есть это будет отсрочка, причем отсрочка, которая работает не на нас совершенно. Так что нет, эту гидру надо дожимать до границ, вышлыривать со всей страны Украины и потом уже обсуждать беспековый формат, который предложили еще на саммите, Зеленский предложил на саммите большой девятнадцатки, как мы сейчас говорим, и под следующие гарантии, под что-то еще, которое, я надеюсь, очень быстро перерастет во внутренние конфликты и центробежные процессы в самой России. Если сейчас договориться о перемирии, это вопрос даже не нескольких лет, это вопрос нескольких месяцев, полугода, и Россия опять нападет. Так, ну, смотрите, Кирило, цего генерала, про которого згадала еще и Христина, если там более детально, скрупульозно это интервью, в одном из ведений, в котором он там коментировал и говорил про это перемирие. И он говорит, зокрема, про цю оперативную паузу, что Россия обовязково используется, и для нее это будет оперативная пауза. Но главный шанс на которой он делает, и оставляет уважение читача, на позициях двоих сторон и умовах, на которых это умовно, перемирие, которое он имеет на увазе, может быть. И он говорит о том, что пока что таких умов немае, потому что Россия выставляет абсолютно нереальные и неадекватные речи и говорит про неадекватные речи, а в Украине есть чуткие позиции, это введение в войск, повернение до кордона 1991 года с ученым президентом и так далее. Чисто гипотетично, за вашими пониманиями и чувствами, может в певный промежок часу настаточный момент, я разумею, завдяки кому, снова же таки, Збройным силам Украины, что диктатор кривавый пиде на повное выполнение умов Украины. Это его надо очень сильно прижать, но действительно, если мы говорим о каком-то мере, о каком-то перемирии в начале лета, то условия и ситуация определить ситуацию на фронте. Как грустная лошадка из российского МИД, этот Лавров, он же на днях тоже перед Новым годом, по-моему, корпоративы начались за неделю, потому что лица были тяжелые, реплики тяжелые, он сказал, что мы Украине предлагаем мир и переговоры с апреля месяца. Я говорю, ну да, когда Блицкрик не получился, мы начали вести переговоры. На каких условиях? Украина не идет на переговоры, а мирный план, который предлагает Украина, нас не устраивает. Россия понимает только силу. Они хотели нас просто захватить без разговоров, были согласны только на капитуляцию. В апреле, наверное, были согласны о чем-то говорить. Сейчас они согласны на большие уступки, надо их дожимать. Понятно, что это тяжело, что это требует напряжения сил всей страны, что мы платим каждый день цену за это достаточно жестокую, платим своими ребятами, платим жизнями. Но их надо дожимать, иначе мы оставим эту проблему себе. Мы даже ее не дитям оставим, мы оставим ее себе и через полгода получим более подготовленную российскую армию. Підпишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. реквизиты в описании к видео.